Благодаря очкиждению в Стрельцах снова силой закипит культурная жизнь. Уже на открытии было очевидно, что оно станет центром притяжения не только для жителей данного села, но и для творческих коллективов со всех уголков Тамбовского района. Появляется по сути еще одна концертная площадка, где они смогут радовать жителей вот этого села. Это национальный проект, культура, в рамках которого в этом году 4 дома культуры у нас капитально отремонтированы. Вот уже сегодня мы третий открываем, буквально завтра еще один дом культуры будет открыт. И в общем-то эта программа этого года по домам культуры будет выполнена. Этот дом культуры пережил второе рождение. Здание было построено еще в 1975 году и за 45 лет здесь ни разу не было капитального ремонта. С начала 90-х годов оно стало разрушаться. Условия атмосферы, которая царила в культурном центре, совсем не располагали к творчеству. В рамках реализации нацпроекта культуры на ремонт было направлено 13 миллионов рублей. И благодаря этой сумме мы смогли реконструировать полностью дом культуры, преобразить, сделать его современным, доступным, удобным и комфортным для всех жителей. Также этот дом культуры будет иметь огромное социальное значение, проведение мероприятий. У нас полностью подготовлен актовый зал. И огромной благодарностью хотелось выразить администрацию области при понимании и поддержке данного вопроса. Возможности для отдыха и самореализации у жителей появится много. На базе учреждений будут действовать 8 секций самой разной направленности, которые заинтересуют людей всех возрастов. Сейчас мы с вами находимся в капитально отремонтированном классе, который мы планируем использовать для занятия фитнесом и хореографией. Почему? Потому что на сегодняшний момент это наиболее востребованная услуга, в том числе и на платной основе, что в нынешних экономических условиях немаловажно. Класс светлый, яркий, он на настоящий момент не оборудован, но в ближайшее время здесь будут станки, зеркала, музыкальное оборудование. На базе Дома культуры теперь есть единственная в селе общедоступная библиотека. Книжный фонд был предоставлен межпоселенческой районной библиотекой села Горелое. И любой житель села сможет найти здесь литературу на любой вкус – научную, художественную, публицистическую и даже книги об истории Притамбовья. Кроме этого, Дом культуры станет площадкой для заседаний молодежных советов, общественных организаций, а также для проведения мероприятий. В полную силу учреждений начнут работать с 1 декабря. Мария Шумейкина, Михаил Мальцев, Александр Кобзарев. Область новостей.